Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу предложить вам очень простой рецепт из самых обычных продуктов. Запеченные рулетики из лаваша с начинкой из риса и рыбы. Для этого блюда можно брать свежую рыбу или консервированную. Я буду использовать консерву из скумбрии с добавлением масла. Это блюдо универсальное. Оно может быть и закуской и полноценным ужином, а также эти рулетики очень удобно брать с собой. С начинкой также можно экспериментировать. Как я уже говорила, добавить можно любую рыбу, ну а вместо риса можно взять картофельное пюре. Обязательно приготовьте и попробуйте. Одну резаную луковицу и одну небольшую морковь, тертую на крупной терке, я обжарю на растительном масле. У консервированной скумбрии я удаляю косточки и разомну ее вилкой. К вареному рису я уже отправила обжаренные овощи, одно яйцо и сюда же отправляю рыбу. Добавляю зелень, соль и специи, кладите по вкусу. Добавлю сюда немного тертого сыра, что в общем-то совсем не обязательно. И теперь все хорошенько размешаю. Я беру лаваш, он у меня такой большой, цельный и не очень удобно будет с ним работать, поэтому я поделю его на две части. Но если вам удобно, то можно распластать его полностью и нанести начинку. Я же одну часть пока откладываю, а на вторую часть выкладываю половину начинки. Распределяю, сверху накрываю второй частью, выкладываю оставшуюся начинку и также распределяю. И теперь все скручиваю рулетом. Нарезаю готовый рулет на кусочки. Кусочки выкладываю на противень, который я застелила пергаментом и пергамент слегка смазала маслом. И сверху выкладываю сыр. Если кто-то обратил внимание, лаваш у меня как бы лохматится. Это происходит потому, что у меня настоящий лаваш, который сделан в специальной печи. Ну а если вы возьмете обычный магазинный лаваш, конечно же рулетики у вас получатся гладкими. Теперь отправляю рулетики в духовку заранее разогретую до 180-190 градусов примерно на 20 минут. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Ну вот посмотрите, какая красота у нас получается из самых обычных и доступных продуктов. Хрустящие, вкусные и ароматные рулетики придутся по вкусу всей вашей семье. Я думаю, понравятся особенно детям. И совсем не важно, какую консерву вы возьмете в масле, в томате или в собственном соку. Результат никогда не подведет. Я благодарю всех, кто был сегодня со мной, кто смотрел этот, а также смотрит другие мои рецепты. Обязательно пишите комментарии. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, а мы увидимся в следующих видео.